Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Частные инвесторы помогут благоустроить Самару. ФИФА подписала с банком соглашение о региональном партнерстве. Ремонт Новосадовой в самом разгаре. Уже приступили к восстановлению дорог дублеров. Хороший пляж, чистый пляж. Оба берега Волги избавляют от несанкционированных свалок. Лучшие в учебе, спорте и творчестве. 180 самарских школьников отправились на отдых в Крым. На чемпионате по картингу среди СМИ соревновались 14 команд. Лучший результат показал оператор нашего телеканала Константин Головин. Частные инвесторы помогут благоустроить Самару к чемпионату мира по футболу. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя совета директоров Альфа-банка Олегом Сосуевым. ФИФА подписала с банком соглашение о том, что он станет региональным партнером Кубка конфедераций и мирового футбольного первенства 2018 года. Всего таких партнеров будет не больше 20. Кроме того, коммерческая структура будет сотрудничать с городскими властями при подготовке Самары к чемпионату, в частности, в вопросах благоустройства. Договорились с мэром города, как мы будем не только развиваться, но и найдем инструмент помощи городу в приведении его в порядок чемпионата мира, потому что здесь проводятся очевидно колоссальные работы, особенно связанные с дорожным хозяйством, прилегающим благоустройством, что заметно. АвтоВАЗ готовится отметить 50-летие своего основания. Решение строить завод в Тольятти было принято 20 июля 1966 года. Юбилейные торжества будут проходить не только в 2016 году. Отмечать праздник на заводе будут 4 года, до 50-летия выпуска первого автомобиля. В выходные на предприятии прошел день открытых дверей. Все гости могли ознакомиться с производством, покататься на новых автомобилях и по раритетным образцам изучить историю российского автопрома. В день открытых дверей завод посетили 55 тысяч человек. Олег Зверев тоже был в их числе. Это вполне по-тольятински посвятить выходной день экскурсии на родной завод. Сотрудники АвтоВАЗа, как правило, большие патриоты своего предприятия. И сегодня в день открытых дверей стали гидами для родственников, друзей и гостей из других городов. В одном потоке встречаются разные поколения. Это те, кто стоял у истоков создания ВАЗа, нынешние сотрудники и те, у кого автопром еще впереди. Мое желание посвятить внучат в то производство, где я работаю, наш завод, чтобы они имели представление, где забираются наши российские автопромы. Вот внучка-то была, а внук первый раз. Я привез свою жену, сестру, показать на предприятии, в которых я работаю. Оценили, чтобы масштабы и понимали, что такое завод. Многие не понимают, пока на предприятии не окажутся, насколько масштабно это, насколько все сложно. Сегодняшний день открытых дверей посвящен 50-летию АвтоВАЗа. 20 июля 1966 года было принято решение о строительстве завода в Тольятти. Сегодня вниманию публике представлено, с чего все начиналось. Первые копейки, которые европейцы видели на своих улицах как ФИАТ-124. И как локомотив будущего новые модели и современные цеха. И все это открыто для каждого жителя России. И не только. Лоранц Эжер приехала из Франции в отпуск посмотреть, где работает муж. Мой муж работает здесь с 1 июля. Поэтому мы здесь в отпуск, в Ладар-резорт. И мы решили сегодня приехать, чтобы смотреть, где он работает. Муж водить в Ладе-Ларгус. И нам очень нравится. Крупнейшее в мире прессовое производство показывают из окна автобуса. Гигантские установки прошли комплексную модернизацию. И сегодня работают в соответствии со стандартами Альянса Рено-Ниссан. Добились по выпуску деталей автомобиля Веста и X-Ray. 95% геометрии по всем деталям. И полное отсутствие каких-либо лицевых дефектов на детали. Сегодня производство соответствует полностью мировому уровню. Цель сборки машин на платформе B0. Это модели Рено и Ниссан, а также Ладе-Ларгус и Ладе-X-Ray. Приобрести новинку сейчас желают многие автолюбители. И сегодня тот день в году, когда каждый может увидеть своими глазами, как рождается новый автомобиль. Производственные мощности действительно впечатляют. 600 гектаров – основная площадка, плюс 2000 – заводов-поставщиков. Запускается новое производство в особой экономической зоне. А потому в то же самое время юбилейные торжества начались в Нижнекамске, Белгороде, Рязани, Оренбурге, а также в Йокогаме и Париже. У нас есть все для успеха. У нас профессиональная команда, фундаментальные знания и компетенции. Новые продукты и самое важное – огромное желание работать. И наши знания, наши умения, а также поддержка со стороны Самарского правительства, со стороны Федерального правительства помогут нам в этом. И самое главное – десятки тысяч увлеченных идеей автопрома молодых тольяттинцев, которые каждый раз, приходя в заводские цеха, видят свое будущее в том, чтобы создавать автомобили, на которых ездит вся Россия. А в том, что эти машины станут престижнее, многих других марок, они не сомневаются. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Ремонт улицы Новосадовая в Самаре в самом разгаре. Напомним, общая протяженность участка более 9 километров. Параллельно полным ходом идет и ремонт дорог дублеров. Работы ведутся сразу на пяти участках улицы Новосадовой. От проспекта Масленникова до Панова, от Шмидта до Новомайской, от 22-го портсъезда до Цветочного павильона, от Губанова до Кирова и от Академика Платонова до завода имени Тарасова. Последний из перечисленных участков самый длинный. Его протяженность более 2 километров. Здесь уже уложен нижний слой асфальта толщиной 7 сантиметров. Вдоль дороги обустроен тротуар. Установлен новый бортовой камень и опоры освещения. Сегодня ход ремонта на этом участке проверил руководитель областного департамента автомобильных дорог Александр Ликомаскин. Мы круглосуточно работаем. Работы все идут согласно графику. На основном ходу уже уложен верхний слой покрытия от северо-восточной магистрали до советской армии. Все дублеры будут проездными. То есть они имеют точку съезда с улицы Новосадовой и точку выезда на нее. То есть это не тупиковые дублеры. Первое. Второе. Их основная роль, этих дублеров, оттянуть на себя автомобили тех граждан, которые живут в прилегающих домах, либо позволяют разгрузить пересечения с примыкающими улицами. Дополнительные неудобства и столбы пыли оставляют за собой водители, пожелавшие объехать пробку по обочине. Чтобы воспрепятствовать лихачам, сотрудники ДПС выставляют дополнительные посты на выездах из города и штрафуют нарушителей. Вместе с дорожными инспекторами на дежурство вышел наш корреспондент. Участок Красноглинского шоссе по направлению из города летним пятничным вечером становится проблемным местом. А все потому, что существенно возрастает поток автомобилей. Самарцы хотят поскорее покинуть пределы душного города. Особо нетерпеливые нарушают правила дорожного движения и пытаются обогнать всех по обочине. Увидев камеры, нарушители тут же стараются вклиниться в общий поток. Но сотрудники ГИБДД не дремлют. Фиксация нарушения произошла, а значит, наказание неизбежно. На вопрос, почему водители отвечают. Все из-за спешки. Все из-за спешки. Штраф за такой проступок полторы тысячи рублей. А среди последствий якобы выигранных минут создание аварийных ситуаций и поднятая пыль, которую вынуждены глотать остальные участники движения. Пост ДПС дежурит на этом месте еженедельно, каждые выходные. А по необходимости патруль ведется и в будние дни. Но целью этого поста в первую очередь профилактическая, признается майор полиции Александр Шмалько. Мы не стремимся людей наказать. Мы пытаемся их разумить, поставить на путь истинный, чтобы все соблюдали правила дорожного движения, которые предписаны для всех участников дорожного движения. Органы дорожного пропорядка предупреждают. Съехав на обочину, потеряйте не только деньги. Ведь оформление протокола занимает немало времени. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. По прогнозам синоптиков, жара в Самаре продлится до конца недели. Спасаться от изнуряющего зноя горожане предпочитают на пляжах. Как следствие, на берегах рек растет количество мусора. Как организован вывоз отходов с береговых линий обсуждали на еженедельном совещании в мэрии. Сколько мусора собрали с начала лета и почему самарцев призывают быть более чистоплотными, расскажет Лариса Шалафаст. Очистка водоохранных зон стала главной темой совещания в мэрии. В этом году запланировано убрать территорию площадью 800 тысяч квадратных метров. Мусор вывозят два раза в месяц. На левом берегу рек Волга, Самара и Татьянка уже собрали 359 кубических метров отходов. Работа кипит и на правом берегу. За отчетный период вывезено 57 метров кубических отходов и очищена территория общей площадью 59,3 тысяч квадратных метров. Мусор регулярно вывозят из 24 контейнерных площадок, которые установлены в местах массового отдыха. Но хватает и несанкционированных свалок. Глава города поручил активнее вести разъяснительную работу с горожанами. За чистоту в городе ответственность лежит на каждом. Никаких денег бюджетных не хватит, если у нас сознание самих граждан не будет несколько меняться. Если они не будут понимать о том, что они, в общем-то, мусорят сами себе. И те деньги, которые мы направляем, достаточно большие суммы на очистку береговых полос, они могли бы быть направлены на те же самые триквартальные дороги, на малые формы, на озеленение города. Здесь, конечно, нужно разъяснительную работу вести более активно. И очень хотелось бы, чтобы общее воспитание, общая идеология, чистоты порядка и культуры в городе, она проникала в сознание наших граждан. Наводить порядок на береговых линиях и пляжах в Самаре продолжат до конца октября. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Штрафовать нерадивых подрядчиков поручил глава города Олег Фурсов городской административно-технической инспекции. Сейчас в Самаре активно идет ремонт дорог. Не все организации, которые занимаются ремонтом, обращают должное внимание на прилегающую территорию. После окончания всех работ в порядке должен быть не только асфальт, но и газоны. С этой недели, если дорога в ненадлежащем... Территория, где ведется ремонт дороги, в ненадлежащем состоянии, выписывайте штраф. Работайте вот рукообруку с главами рынка администрации. Все, две недели прошло, всем напомнили, всем проговорили. Сейчас нужен контроль и наказание с вашей стороны. Полтысячи вазонов с цветами появились только в одном районе Самары благодаря программе «Цветущий город». Сотни предпринимателей уже разбили цветники рядом со своими организациями. Конкуренцию им составляют жители. В своих дворах они устраивают оранжереи. План по озеленению уже превысили в промышленном районе. Как им это удалось, и знает Валерия Макарова. За трепетными питуньями и горделивыми туями ухаживают сильные руки Евгения. Владелец шиномонтажа на окраине Самары в Юнгородке недавно освоил еще одну профессию – ландшафтного дизайнера. Рассказывает, клиенты в восторге, готовы часами нежиться на скамейке с зеленым ковром. В районной администрации участие в программе «Цветущий город» поддерживают. Считают, благодаря таким энтузиастам зацветет и окраина. В рабочие районы, но все равно можно создать красоту. Тот, кто хочет это сделать, он ее может сотворить из любого. Вот из шин сделано, сделаны подсветки. Люди хотят стремяться и привлекают к себе покупателей. Равнодушным к цветам не смог остаться и предприниматель Сергей Левин. Около его магазинов появилось 56 вазонов с питуньями. Здесь красные, белые, бархатистые, очень красивые цветы. Сам выбираю, ездим тоже по рынкам, сами с старшими продавцами, ездим, выбираем цветочки. Сдают планку в цветочном оформлении сами жители промышленного района. Одни из самых богатых цветников в домах по улицам Нового вокзальная и Старозагора. 127 сортов на одном газоне. Посмотреть на такую красоту и перенять опыт приходят все соседи. Газоны, они все в цветах, все цветут. Начиная с мая месяца. С апреля? Ну, с апреля. Самые первые крокусы они появляются в апреле. И до ноября месяца, пока мы уже не уберем газоны. Их нам даже жалко убирать, потому что они такие цветущие. Семена. Потом они все это выращивают. Домой все это несут, там выращивают. Потом выносят сюда, посажают, поливают все. Ну, в общем, всю свою любовь они отдают за бесплатно, бескорыстно. Все они отдают, всю свою любовь, дому. Намеченный план по программе «Цветущий город» в промышленном районе выполнили на 100%, а по некоторым показателям даже на 200. Так, на улицах появилось почти 500 вазонов с цветами. Половина из них – дело рук неравнодушных предпринимателей. Благодаря программе площадь цветников в Самаре увеличится на 25%. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Первый десант детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также победителей всевозможных олимпиад, отправился отдыхать в Крым. Подростки от 7 до 14 лет живут в разных уголках Самарской области. Путевки для них бесплатные. Отдых организован за счет средств областного и федерального бюджетов. Данил Плычков отдыхать на Черное море едет впервые. Да и на поезде ему предстоит отправиться в первый раз. Скучать не придется ни в дороге, ни в Евпатории. Уверен, подросток не успела поездка начаться, а у него уже новые друзья, с которыми познакомился тут же. Купаться и отдыхать. И на двухъяростной кровати спать. Диана Филоненко занимается легкой атлетикой. Вице-чемпион поселка Суходол Сергеевского района на 300-метровке. В свободное от спорта и учебы время зачитывается приключениями Тома Сойера. Когда узнала о поездке, сразу и не поверила своему счастью. Ведь мама родом из Крыма. Там же сейчас живет бабушка Дианы. Я обрадовалась. Я, наверное, всю неделю до поездки прыгала от счастья. Будет классно, круто. То, что так будет прикольно. Я надеюсь увидеться с бабушкой. Мне вчера мама столько рассказывала об этом, как это классно. Так что я вся взлом... Даже, блин, выговаривать буквально нормально не могу. На оздоровительный отдых в Крым в этом году отправились 180 самарских детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также победителей всевозможных олимпиад и спортсмены. В рамках регионального проекта Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области поправлять здоровье подростки от 7 до 14 лет. Будут 21 день в санаториях имени Крупской и Смена. Надо отметить, что в этом году вновь выделены деньги с федерального бюджета в объеме 43 миллионов рублей на отдых именно детей данной категории. В течение всего летнего периода отдыхом и оздоровлением будет охвачено более 509 тысяч детей. То есть количество детей, которые будут оздоровлены, не уменьшается с каждым годом. Это очень важно при сегодняшней ситуации, социально-экономической ситуации, как в России, так и в регионе. По единому билету самарские подростки в сопровождении 17 взрослых и врача на поезде из Самары доберутся до Анапы, потом на автобусах до Керченского пролива, затем паром до Крыма. Встретят путешественников в санаториях Евпатории. И это только первая смена, вторая состоится в начале августа. Одна группа поедет в Крым, другая в Анапу. Программа оздоровления подростков работает в Самарской области уже третий год. Для всех детей путевки на черноморские курорты бесплатные. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Далее коротко о других темах дня. С космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-У» производства Самарского завода «Прогресс». На борту ракеты находился грузовой корабль «Прогресс», который должен пристыковаться к Международной космической станции 19 июля. На МКС он доставит больше двух тонн грузов, в том числе топливо, кислород, продукты питания и посылки для космонавтов. Реконструкцию заводского шоссе в ближайшее время начнут в Самаре. Ремонтировать будут участок от «Авроры» до 22-го портсъезда. Его намерены расширить вдвое. В проекте капитальный ремонт дорожного покрытия, тротуаров, переустройство линий связи и электропередачи, водопровода, обустройство железнодорожного переезда, дождевой канализации и наружного освещения, а также установка урн и ограждений. За долги перекрывают воду. С начала года от водоснабжения отключили больше трех тысяч самарцев. Ограничение ресурса – один из самых действенных способов собрать долги. Причем перекрывают не только воду, но и канализацию. Так, ресурсоснабжающие компании собрали больше 4,5 миллионов рублей. Всего же за последние полгода долг самарцев за воду составил полмиллиона рублей. А общая недоимка всех абонентов уже превысила миллиард рублей. На избирательных участках Самарской области появятся материалы для инвалидов по зрению. Специальная памятка о порядке голосования будет выполнена крупным шрифтом. Также будут специальные трафареты для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно заполнить бюллетени в единый день голосования 18 сентября. Изготовить памятку специальным шрифтом Браэля помогут сотрудники Самарской библиотеки для слепых. Международный кинофестиваль под открытым небом пройдет в Самаре. Площадкой для показа станет кинотеатр «Филинг». На набережной. Третий фестиваль уличного кино стартовал в конце июня и проходит в 300 городах 60 стран мира. Свои работы представили больше 700 режиссеров. Показы фильмов организуют на набережных, площадях и крышах домов. Самарский этап фестиваля пройдет в среду 20 июля. Жители и гости города увидят короткометражные ленты. Лучшие работы выберут народным голосованием. Также все желающие смогут записать свои видеообращения. Самые яркие ролики войдут в итоговые фильмы о фестивале. На этой неделе завершается прием документов для участия в выборах в Государственную Думу. Сегодня от партии «Единая Россия» своей кандидатуры зарегистрировали заместитель министра образования и науки Самарской области Надежда Колесникова и герой России, исполняющий полномочия секретаря рекотделения «Единой России» Игорь Станкевич. Требования к пакету документов серьезные. Кандидат в том числе должен предоставить письменное уведомление о том, что он не имеет счетов за рубежом и не владеет иностранными финансовыми инструментами. Прием документов закончится 23 июля. В начале следующей недели станет известно точное число кандидатов от Самарской области на депутатское кресло в Государственной Думе. Это завершающая официальная процедура, которая окончательно определяет уже статус после регистрации документов. Поэтому настроение оптимистичное, деловое. Мы с людьми встречаемся, отвечаем на вопросы, работаем. Основа партии – это работа на местах. Это районы, большие, малые районы, малые города. Защита интересов людей в социальной сфере, что касается в первую очередь зарплатные проекты, образования, здравоохранения. Открытое небо, открытые сердца. В Самаре проходит фестиваль народной музыки. Его площадки – парки и скверы. Концерты проводятся при поддержке городской администрации в рамках программы «Молодежь Самары». Она направлена на то, чтобы помочь раскрыться юным талантам. О творчестве одаренной молодежи – репортаж Алины Чемерес. Музыка из кинофильма о Шерлоке Холмсе в исполнении народных инструментов звучит особенно изысканно. На этот раз концерт в фестивале «Открытое небо, открытые сердца» проходит в парке Гагарина. Артист Самарской государственной филармонии Дмитрий Косяков на балалайке играет с детства. Говорит, три струны и умелые пальцы исполнителя преображают любую музыку. На балалайке играется вся музыка, и бах, и классика, и фортепианная классика. Я вот, например, когда учился в институте, играл рапсодию номер два. Это уже четвертый фестиваль народных инструментов под открытым небом. Концерты каждый год проходят с мая по ноябрь. В теплое время в городских парках с наступлением холодов в домах культуры. Всего у артистов в этом году запланировано свыше трех десятков концертов народной, эстрадной и классической музыки. Фестиваль проходит при поддержке администрации города. Проводят его на деньги, полученные по гранту. Организаторы говорят, важно, чтобы с возможностями и историей народных инструментов познакомилось молодое поколение. Хочется показать, что русские народные инструменты сегодня – это современные инструменты, что они доступны, что их нужно слушать не только, скажем так, людям в возрасте, но и обязательно молодым людям, чтобы знать корни, свою историю, свою музыкальную историю. Но это душа России, это все, что связано, прежде всего, с той землей, на которой мы живем. Концертная программа «Интерактивная». Артисты играют с гостями в «Угадай мелодию», проводят розыгрыши. У музыкантов уже есть постоянные слушатели. Евгений Павлюченков не пропускает ни одного концерта третий год подряд. Я люблю народное творчество, и у них программы все время разные. Разные программы, все время что-то новое услышишь. И очень у них высокий профессионализм. И вот мне очень нравится. Расписание концертов под открытым небом жители могут найти на сайте филармонии. В следующий раз артисты будут выступать 12 августа в парке «Молодежный» в 5 часов вечера. Алина Чемерес, Екатерина Осетрова, Дмитрий Мешканцов. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Первый чемпионат по картингу среди самарских журналистов. Телеканал «Самаргиз» выставил свою команду. Первый пилот, автолюбитель и оператор со стажем Константин Головин. Его напарник, ведущий программы «Мастер спорта» Сергей Кизоркин. Это ячейка каждого спортсмена. Подшлемник. Все по-настоящему, по-взрослому. Зеленый шлем. Космический каллигатор. Перешивайся. Где размер? Он белый, который я был. Главное застегнуться, чтобы не слетела голова с плеч. 54, он тут перебел. Ну и все. Самаргиз, чемпион. В стартовой решетке 14 команд. В заезде по 4 пилота. Победитель каждого из 4 этапов, в том числе и в финале, определялся по лучшему времени на 350-метровом круге. Рекорд дистанции 27 секунд. Лучшее время у журналистов 29. На одну гонку отведено 4 минуты. Много делают ошибок. Резание, непонимание траектории, нажатие двух педалей, которые приводят к травмник картинга. Все гонщики вернулись на финиш живыми и здоровыми, потому что вылететь с трассы здесь практически невозможно. Покрытие – резина. А это значит, что на дистанции можно сконцентрироваться на победе, а не на безопасности. Спортсмены-любители оценили трассу как самую лучшую в регионе. Здесь есть и скоростные участки, и зона обгона и торможения. Полукольцо сменяет крутые повороты и развороты на 180 градусов. Так называемые шпильки. В гонках я участвую в первый раз. Впечатление вот. Мне понравилось, все классно. Мне вся трасса понравилась. Меня и разворачивала, я и бортовал соперников. Мне даже предупреждения выносили. Чемпион гонки среди журналистов Владислав Денщиков с картом на «ты». Первый круг в своей спортивной карьере проехал еще подростком. С тех пор регулярно проверяет на прочность болид. Для него, как журналисты и автолюбители, гоночный круг – это в первую очередь лекарство от стресса. И возможность почувствовать себя пилотом «Формулы-1» на специальном полигоне, а не на городских улицах. Было время, конечно, был молод и любил погонять. Но на самом деле, выплеск адреналина здесь, на трассу выезжаешь абсолютно спокойным, как танк. Все спокойно, ты знаешь свои силы. Ты их можешь показать где-то здесь, где безопасно, нежели где-то что-то там доказывать на дороге. Пилоты команды «Самар ГИС» заняли первые места в квалификации, показали лучшее время на круге – 30 секунд. Но уже в следующем этапе турнира Сергей Кизоркин выбыл из борьбы. Его атаковал на повороте, нарушив правила обгона соперник, который в итоге попал на пьедестал почета. Константин Головин упорно сражался в полуфинале, но на финише ему не хватило какие-то сотые доли секунды, чтобы попасть в призовую гонку. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok